С молитвой в сердце и иконами в руках священнослужители, возглавляющие процессию, начинают свой крестный ход по улице Большая Морская. Принять участие в нем пришли севастопольцы всех возрастов. Среди них как дети, так и люди старшего поколения. По Большой Морской на площадь Лазарева, а оттуда к площади Нахимова. Этот путь верующие севастопольцы проходят в рождественские праздники из года в год. Первые дни января в нашем городе редко бывают теплыми, но прихожан такие обстоятельства не пугают. Говорят, в такие моменты они чувствуют особую благодать, которая и дает им силы. Слава Богу, что столько народа пришло славить Бога. Это уже, считай, 2020 лет с Рождества Христова. Здорово, даже несмотря на погоду, что такая холодная, как на крещение, это очень приятно. Крестный ход объединил духовенство прихожан, военнослужащих и казачества. Вместе они пришли на главную площадь города, чтобы принять участие в праздничном молебне. Милость и Боя человека любит с Богом, и сей Тебе славу славе, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне пресно и в веки веками. Желаю, чтобы каждый из тех людей, кто меня слышит сегодня, дарил эту частичку радости о Рожьемся Христе. Сегодня во всех храмах города Севастополя, это более 60 храмов и 6 монастырей, прошли божественные литургии. На этих службах было очень много людей, утром пришло очень много детей. Слова поздравления в адрес верующих прозвучили и от члена Совета Федерации Федерального Собрания Екатерины Алтабаевой. Она уверена, что Севастополь является нашей общей обителью, которой каждый горожанин должен передать частичку любви и благодати. Я хочу поблагодарить Отца Сергия, всех наших святых отцов за ту большую миссию, которую они выполняют. И поблагодарить всех севастопольцев за то, что после разных событий, которые у нас происходили, у нас безусловно сейчас возрождение и объединение гражданского общества Севастополя. Отпраздновать Рождество Христово в центре города решили и жители Радиогорки. Прихожане прибыли на южную сторону Севастополя, чтобы поделиться со всеми людьми своим хорошим настроением и вместе восславить Господа Бога. Мы пришли действительно прославить рождение Иисуса Христа и пройти крестным ходом, и сказать всему миру о том, что мы с ним, мы христиане, и мы рады, что он дал нам радость, надежды, спасение. Даже после окончания молебна люди еще на протяжении часа оставались на площади Нахимова и продолжали отмечать один из главных христианских праздников – Рождество Христово. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севанформбюро.